20.30 в Новосибирске области вы смотрите итоговый выпуск новостей ОТС. В студии работает Екатерина Чехомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Строительство многоэтажки стало настоящим испытанием для обитателей старого общежития. Аншлаги проходят по всей стране. В Ленинграде, в Москве. И вот теперь старый ереванский князь Вано Пантяшвили, чтобы выкупить доложенное имущество, ищет богатую невесту в Новосибирске. Настойный на аплодисментах, терпкий, как армянский коньяк. Какой знаменитый спектакль привезли из Еревана в Новосибирск. Сейчас об этих и других событиях подробно. На Евсинской птицефабрике будут делать майонез. Угольный разрез получит новые мощности по отгрузке топлива, а жители ветких бараков переедут в современное жилье. Сегодня губернатор Владимир Городецкий провел выездное совещание в Искитимском районе. Все подробности в сюжете Алии Арзаевой. Этот дом в селе Лебедевка возвели на месте старого барака. Бывшие жильцы аварийного здания отметят новоселье уже через месяц. Так в области действует программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Стройка стала первым пунктом рабочей поездки губернатора по Искитимскому району. Особое внимание глава региона уделил одному из ключевых предприятий – сибирскому антрациту. Здесь наглядно показали, как новые технологии помогают оптимизировать работу. Тот рост горной массы, который мы получили в этом году, это в том числе и организация работ, потому что без увеличения, в общем-то, наших мощностей в разрезах, мы могли, сумели получить… Заря оперативному видению процессов, которые происходят, вы принимали управление? В том числе. Разумеется, это был целый комплекс мер, который принимался. Ну, какая-то доля, безусловно, есть. На этих экранах можно проследить всю технологическую цепочку – от забоя до отгрузки. В настоящее время компания реализует широкомасштабную инвестиционную программу, включающую в себя вложения в оборудование, строительство, развитие транспортной инфраструктуры и социальной сферы. Первые два этапа, начиная с 2006 года, по оценке губернатора, выполнены безукоризненно, благодаря чему предприятие уже добывает более 5 миллионов тонн антрацита в год. Третий этап позволит практически удвоить эти показатели к 2020 году. Сегодня есть вопрос, который сдерживает успешность вот того третьего этапа. Это, конечно, ритмичность отгрузки на восточные порта. Поэтому мы договорились, что в декабре месяце я проведу совещание совместно с нашей западно-сибирской дорогой. Рассмотрим, что в рамках компетенции дороги можно сделать. А если надо компетенцию повышать на уровень там РАУЖД, то будем дальше смотреть. А так в целом мы оцениваем сегодня как вполне эффективное взаимодействие. Следующий пункт повестки – Евсинская птицефабрика. Ее губернатор отметил как одну из точек роста Искитимского района. В перспективе строительства завода по переработке яйца. Искитимский район уверенно занимает такие твердые позиции во всех направлениях жизни Новосибирской области. И в экономическом потенциале на первом-тором месте, и по средней заработной плате, и по приросту промышленного производства, и в агропромышленном комплексе. У них агропромышленный комплекс в Искитимском районе занимает 26% в валовом производстве промышленном. Это очень хороший удельный вес. В области в целом 8%, а тут 26%. В качестве главной проблемы района выделили отрицательный прирост населения. Причины еще предстоит проанализировать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Алия Арзаева, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Сегодня в Новосибирске был дождь из-за теплой погоды. На козырьках и крышах домов в мегаполисе образовались сосульки. А прогулки по тротуарам стали весьма опасным аттракционом. Где гололед, там и травмы. В больницы уже обратились 800 жителей города. Это данные за последнюю неделю. Наши корреспонденты о том, как со льдом борются коммунальщики и изобретатели. В Новосибирск пришла весна. Фотографии с такими подписями в интернет не выложил разве что ленивый. И правда, копель, гололед, казалось бы, характерны для весенней погоды. Однако природа доказывает обратное. Вопрос по очистке тротуаров и дорог выносит на областной уровень. Травм много. На аппаратном совещании министр здравоохранения приводит статистику. На прошлой неделе из-за гололеда пострадали почти 800 человек. Больше 30 машин скорой помощи не могли оперативно приехать на вызов. Причина – буксовали на дорогах. Вообще не убирают. Такое ощущение, что не убирают. Где в руки, по дворам со дворов не выехать, особенно по утрам. Как обычно приходится ходить. Как вообще? Ну, прыгать придется. Прыгать. Еще одна проблема для жителей Новосибирска – налить на кровли, которую убирать коммунальщики не торопятся. Вот Ленинский район. Вход в подъезд жилой двухэтажки. Сосульки прямо над крыльцом. Однако это никого не смущает. Пока одни огораживают территорию, другие придумывают эффективный способ по борьбе с сосульками. Летит электромагнитная волна. Летит со скоростью света. Падает на вот эту пластину. Летит 2 мм. Здесь промагнитная волна. Там возбуждается вихревой ток. И катушка, и пластина начинают отталкиваться. Все происходит в одну микросекунду. Никаких лопат и разнорабочих. Такая установка поможет избавиться от наледи на начальном этапе. И не доводить дело вот до такого состояния. Устройство осталось испытать на новосибирских крышах и найти инвесторов. Андрей Баев, Рута Келлер, Александр Ведерников. Новости ОТС. А вот под крышей одного из новосибирских общежитий другие проблемы. Здание стало буквально рассыпаться на глазах после того, как по соседству начали возводить новый дом. Однако, согласно документам, которые предъявили нам жильцы, все наоборот. Износ здания сначала был 70%, а теперь почему-то стал 48%. Рассказывает Виктория Рыжих. Вот назад здесь падал потолок. Перекрыли, отремонтировали только одну половину, где упал. Соответственно, вот эту половину не тронули. Хотя она тоже уже в прединфарктом состоянии. Беды в общежитии номер 58 начались два года назад. Тогда через дорогу стали возводить многоквартирный дом. Здание постройки 51-го года сотрясалось от забивания свай. По дому пошли трещины. У нас на доме трещина, видно пену. Это делал мой муж, потому что управляющая компания не принимает никаких мер. Сейчас мы боимся, что начнется вот эта стройка, и дом рухнет совсем. У Евгении трое маленьких детей. Вся семья дышит вредной плесенью. В соседних комнатах ситуация не лучше. Крыша общая. У нас эти пятна появились, наверное, месяца два. То есть у нас вначале началось здесь, с кухни, как бы частично, а потом уже перешло в ту комнату. И они прям так полосками идут. В итоге мы потом сами залезли на крышу, посмотрели, что у нас все палки полностью сгнили. Они прям мокрые. Их берешь, они просто сыпятся. Речи о расселении не идет. В управляющей компании говорят – ждите. Накануне приходили представители жилищной инспекции. Их оценки пока нет. Телеканал ОТС будет следить за развитием событий. Виктория Рыжих, Евгений Агеев. Новости ОТС. К другим темам. Новосибирская область вошла в топ инновационно ориентированных регионов. На долю 14 субъектов России приходится треть всех наукоемких производств в стране. В ближайшее время на территории нашей области начнут создавать федеральный мегакластер. Проектная база уже готова. Сибирь традиционно славится наукой и образованием. И вот эта необходимая связь для развития инноваций в лице власти, бизнеса и науки наиболее ярко проявляется именно в сибирских регионах. Поэтому не случайно мы начали наш проект «Инновационная Россия» под наш совместный проект с ТАССом именно в Новосибирске. Мы здесь стартуем. Это очень символично, потому что Новосибирск, конечно, является одним из главных инновационных регионов России. Тем более тот проект, который сейчас набирает обороты, и который это проект реиндустриализации области. Проект федеральных мегакластеров включает три направления – промышленность, нефтехимия и фармацевтика. Помимо Новосибирской области в пилотную тройку вошли Томская область и Республика Татарстан. Курирует создание мегакластеров вице-премьер Аркадий Дворкович. Для Новосибирской области участие в этом проекте особо важно в силу несырьевой экономики. От федерального центра требует в первую очередь не финансы, а оперативность в межведомственном взаимодействии. Мы убеждены, что одних наших усилий и видений будет недостаточно достичь тех высот, тех целей, которые ставит этот новый проект. Поэтому нужна комплексная поддержка федерального уровня, о чем и мы, как и другие территории докладывали, и Томск, и другие области. Это новости ОТС, информационные итоги дня. И вот что вы увидите сразу же после короткой рекламы. Куда меня повезут? Хоть бы на крылечко положили и укол сделали, чтобы мне не было больно. Алексей, посмотри, правый или левый, я не помню. Правый был. Кончик крыла у него там сильно поврежден. Чуть-чуть пропустил тренировку, уже все, теряется реакция, скорость. Подготовиться нужно всегда. Срочно нужно ехать? Или поездка уже запланирована? Звони 355-1010 или скачай приложение Гранд Авто. Вызывай в один клик. Добирайся быстро в любую точку города. Плати наличными или картой. Доступно в App Store и Google Play. В редакцию новостей ОТС обратился житель Новосибирска. По его словам, дом, где он проживал, признали аварийным. Жильцов расселили. Мужчине также предоставили новую квартиру, но с условием. Заселиться в нее только вместе с племянниками, опекуном которых он не является. В вопросах родственных и имущественных разбиралась Елена Мершниченко. Улица Ломоносова, дом 30-х годов постройки, рядом с центром Новосибирска. С виду добротный, по документам аварийный. Еще два года назад всех жильцов расселили, но Дмитрий Пыжьянов до сих пор не может покинуть привычные стены. И дело не в ностальгии. Эта квартира 63 квадратных метра. Мне предоставили 73 квадратных метра, что на 10 квадратных метров больше. Ну и говорят, что вроде бы как одному человеку трехкомнатные квартиры 73 квадратных метра много. Надо, так вот сказать, поделиться что ли. Мужчина, в общем-то, не против, тем более делиться с родными, с племянниками. Согласно ордеру, изначально в квартире прописаны были Дмитрий с братом и их родители. Но по факту брат с семьей проживали по другому адресу. А в 2005 году, если верить документам, несовершеннолетних родственников прописали в этом бараке, по месту жительства отца. Потому, как поясняет юрист, сегодня они имеют право претендовать на квадраты в новой квартире и исправлять ситуацию уже поздно. Ему-то надо было это раньше делать. То есть обращаться с иском и признанием утратившим право пользования по тому факту, что его родной брат с детьми фактически там не проживали, он выехал и, что немаловажно, приобрел иное право проживания в ином жилом помещении. То есть только при этих условиях он бы смог их признать, выселить, грубо говоря, и признать утратившим право пользования. Ситуация достаточно частая, рассказывают юристы, практически бесперспективная, если гражданин сам в свое время не принял необходимых мер. Сейчас, как говорится, много воды утекло. И новую квартиру хочешь не хочешь, а делить придется. Новосибирец писал и продолжает писать во всевозможные инстанции. Стопка бумаг растет, но ВОЗ и ныне там. Служители закона рекомендуют Дмитрию не сопротивляться и выезжать из аварийного здания. А оспаривать многочисленные решения суда можно и под крышей нового дома. Елена Мирошниченко, Константин Менин, Борис Гладких, Новости ОТС. Российские врачи, среди которых есть и новосибирские специалисты, достойно представили свои достижения на Международном конгрессе по детской хирургии. Проходил он в Вашингтоне. Наработками делились представители более чем из 100 стран. Отделение детской хирургии Новосибирской областной больницы уже несколько лет сотрудничает с Центральной клинической больницей Москвы. И заведующий отделением главный детский хирург нашего региона Алексей Грамзин совместно с Игорем Киргизовым, одним из ведущих специалистов области детской хирургии страны, написали несколько совместных докладов. Их и представляли на конференции. У российской команды было два выступления и несколько так называемых постерных докладов. Удалось поделиться своими наработками во время дискуссий. Например, о том, что в мире еще не пришли к единому мнению по лечению болезни гиршпрунга. Это врожденная аномалия развития толстой кишки. Те технологии, которые сейчас выполняются в Америке, в Европе, они выполняются у нас в России, в Москве и в том числе в Новосибирске. Может быть не в том объеме, но тем не менее мы держим руку на пульсе и все современные операции, мы их знаем, внедряем у себя и некоторыми уже владеем на данный момент. А вот в отделении гнойной хирургии методики совершенно иные. И срок лечения пациентов может дотянуться на месяцы. Попадают туда обычно из реанимации и поставить на ноги тяжелых больных задача нелегкая. Но врачи областной больницы с ней справляются. Мы работали в заводе. Они сражались под огнем. Домой многие не вернулись. Мы их ждали и все ждем. Пишет на пенсии стихи, вспоминая о начале 40-х. Друженица тыла Марфа Трофимовна с самого детства работала на заводе. Потому, говорит, с юности страдает от остеохондроза. Его и подозревали сначала, когда пенсионерка начала жаловаться на боли. Успела пройти курс уколов. Легче не становилось. Наоборот, вызвала скорую. Куда меня повезут? Хоть бы на крылечко положили и укол сделали, чтобы мне не было больно. Думаю, я уже старая. Там места заняты. Кому я нужна? А меня привезли. Меня окружили врачи, медбратья, медсестры. Да такое внимание. В гнойном отделении определили. Язва. Сделали операцию. И уже через несколько дней пациентка снова в свои 87 бодра и полна жизни. Соседка по палате попала по скорой. С острым аппендицитом. Если точнее, аппендикулярный инфильтрат. Аппендицит не вырезали. Наоборот, сейчас воспаление сняли. Аппендицит через два месяца вырезать только. Сразу не попала на операционный стол, поскольку при таком диагнозе до хирургического вмешательства необходимо купировать воспаление. Обследование и курс антибиотиков позади. Теперь в ближайшее время надо поберечь себя. Не переохлаждаться. Никаких лишних нагрузок. Такие пациенты попадают к хирургам регулярно. Но куда чаще здесь лежат больные с панкреонекрозом. Наиболее тяжелым осложнением панкреатита. Причины разные. Причины от алкоголя, также от погрешности диеты, жирного. Достаточно острая пища, которая не характерна для нашего региона раньше была. Может быть, даже от предрасположенности проводятся исследования о генетической предрасположенности к развитию панкреатита. И последующего развития панкреонекроза. Конечно. То есть работы идут и следуются. В отделении больные находятся до полугода. До этого они несколько месяцев лежат в гнойно-септической реанимации. Врачи уверены, без нее отделение не может существовать. Оно просто незаменимо. Выхаживают самых тяжелых больных. С кишечными свечами, с панкреатитами, с перитонитами, с обширными гнойно-некротическими процессами мягких тканей, сепсиси. Кто-то попадает в отделение после консультативного приема врачей. Других в дежурную среду экстренно привозит скорая помощь. Жители районов области по санавиации, как Олег Зорькин. Житель поселка Горный травму получил еще весной по последнему гололеду. Получилось так, что я упал на ногу. И получилось один открытый и два закрытых. Вот такая история. В ЦРБ ногу зафиксировали. Перевяжут и все. Перекищу помакают. Вот и все. Если бы еще маленько осталось, то бы без ноги. В отделении гнойной хирургии областной больницы пациента на ноги поставили за три дня. Наталья Цопина, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Продолжаем выпуск. Заплати вовремя и забудь о квитанциях. Возможность выиграть сертификат на 4000 рублей при оплате коммунальных услуг появилась у каждого жителя Новосибирска. Алексей Кузьми на подробностях этой акции. Акция проходит с 25 октября по 20 декабря. У жителей Новосибирска, Куйбышева и Криводановки, которые вовремя погасили задолженность за отопление и горячую воду, появилась возможность несколько месяцев пользоваться услугами за счет энергетической компании. То есть до 20 декабря они должны произвести оплату по ноябрь месяц исключительно и внести 1000 рублей в счет оплаты декабря либо будущих периодов. 23 числа мы подведем итоги акции и до Нового года мы каждому победителю на лицевой счет зачтем его выигрыш в размере 4000 рублей. С правилами акции в Новый год с удачей жители могут ознакомиться на сайте компании. После подведения итогов победителей до Нового года оповестят смс-сообщением или позвонит специалист контакт-центра. Информация о счастливчиков с указанием номера лицевого счета появится и на сайте. В среднем, если взять какую-то среднестатистическую квартиру, то, наверное, это в районе трех месяцев. То есть практически до весны мы можем помочь законопослушному человеку произвести оплату тепловой энергии. Акция Сибирской энергетической компании проводится впервые. 21 декабря абонентам, которые выполнили ее условия, будет присвоен порядковый номер. А затем уже компьютер путем генерирования случайных чисел под наблюдением специальной комиссии определит победителей. Всего в Сибэка планируют разыграть сертификаты на оплату коммунальных услуг за отопление на сумму 1 миллион рублей. Алексей Кузьмин, Артем Валевич, Новости ОТС. Раненого сибирского журавля будут лечить орнитологи Новосибирского зоопарка. Птицу в лесу обнаружили охотники, сообщили егерям Болотнинского района. Однако за помощью к людям журавль не торопился. Отлавливали его несколько часов. Вот теперь сотрудники зоопарка птицу откармливают, выхаживают и планируют оставить перезимовать. Вот какой красавец у нас. В руки этот красавец не давался долго. Голодный, замерзший, с раненым крылом бегал по сугробам, пока совсем не выбился из сил. Алексей, посмотри, правая или левая, я не помню. Правая была. Кончик крыла у него там сильно поврежден. Последний косяк журавлей на крыло встал еще в сентябре. Эта птица с подстреленным крылом, по-видимому, не смогла лететь. Среды ранения, скорее всего, начала уже срастаться по маленькому крылу. Это сибирский серый журавль. В списке объектов охоты его нет. Но это не помешало горе охотникам стрелять в птицу. Сегодня журавля осмотрят ветеринары и сделают все, чтобы он опять смог летать. Уже согласовали, все переговорили с нашим новосибирским зоопарком. Сегодня мы везем, сейчас буквально через несколько часов уже птицу доставим в зоопарк. Говорят, если бы не ранение, журавля бы оставили зимовать у себя. Весной бы выпустили. А раз птице требуется лечение, отправляет в зоопарк. Ну все, поедет на новое место жительства. Такая ребятишки смотрят и радуются. Зинаида Мельникова, Владимир Полосин, Новости ОТС. История о том, как сваха с востока для князя богатую невесту искала. Сегодня в Красном факеле дают хануму. На сцене актеры Ереванского драматического театра. Знаменитую пьесу они играют уже больше 40 лет. Спектакль пережил 600 аншлагов. И как хороший коньяк с каждым годом только набирал вкус и аромат. В этом убедился мой коллега Александр Куршев. 1972 год. Ленинград. Большой драматический театр Товстоногова. За несколько часов до Нового года на этой сцене состоится премьера музыкального спектакля «Ханума». Спустя 4 года мюзикл с грандиозным успехом пройдет в Ереване цветы, овации и народное признание длиной в 40 лет. За эти годы ханума выдержал десятки тысяч представлений. Аншлаги проходят по всей стране. В Ленинграде, в Москве. И вот теперь старый ереванский князь Вано Пантяшвили, чтобы выкупить заложенное имущество, ищет богатую невесту в Новосибирске. Два часа 50 минут на одном дыхании. Грузинский колорит в армянском исполнении и на русском языке. Это эксцентричная комедия о любви, в которой перемешались зависть, корысть и истинное чувство. Вано Пантяшвили «Князь гор» пропоится в кармане ни одной лари. Разрешить финансовое положение может только удачный брак. На помощь приходит Ханума. В первую очередь для меня это справедливая женщина. А я борец за справедливость по жизни. Обязательно. Тоже по жизни бывали всякие ситуации. И с театром связанные, и не с театром. Когда прежде чем сделать шаг, я поняла одно. Надо делать глубокий вдох, выдох, а дальше уже действовать. Может поэтому горцу гуляки и достается Гулико. Очень богатая и совсем некрасивая невеста. В то время как прекрасная сона, в чьих чарах тонул Вано, находит свое счастье с другим. Добро побеждает. «Знаете, было очень много Вано Пантьяшвили. Очень часто показывается Вано Пантьяшвили, как какой-то дурачок, как какой-то недалекий человек. На самом деле это мое мнение, субъективное мнение. Это не так. Это человек, который попадает в глупое положение. Всего лишь. Тут действует пословица. Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Все декорации для спектакля изготавливали художники-декораторы красного факела. По словам директора театра и исполнителя роли Акопа Федерико Давтян, конструкции выполнены безупречно. С ними и Риванский театр после новосибирских гастролей отправится дальше по России. «Если в спектаклях затрагиваются общечеловеческие темы, те темы, которые вне зависимости от национальности близки просто простым людям, если это преподнесено зрителю на хорошем, профессиональном, качественном уровне, эти спектакли будут долгожительны». Пять поколений актеров и актрис с большой буквы играли в спектакль «Ханума». «Ереванский драматический театр имени Станиславского» сегодня – это почти 80-летняя история с самыми престижными международными и российскими театральными премиями. Билеты на новосибирскую премьеру были раскуплены еще до того, как самолет с актерами из Армении приземлился в аэропорту. «Ну все, ребят, на спектакль!» «С Богом!» Александр Куршев и Александр Ведерников. Новости УТС. И как стало известно, несколько часов назад экспертный совет «Золотой маски» объявил имена номинантов театральной премии этого сезона. Сразу пять номинаций у нашего «Красного факела». Спектакль «Три сестры» Тимофея Кулябина вступает в борьбу за звание лучшей драмы года. Сам постановщик претендует на лучшего режиссера. Отметили эксперты и старания художника спектакля, а также мужскую роль второго плана и главную женскую. Лауреатов национальной премии назовут 19 апреля в Москве. Сейчас о спорте. Новичок в хоккейной Сибири. Клуб объявил о подписании контракта с экс-нападающим Хабаровского Амура Владимиром Первушиным. Соглашение с форвардом рассчитано до конца текущего сезона. 30-летний хоккеист успел поиграть и за «Авангард», «Югру», «Адмирал». Всего в матчах регулярных сезонов континентальной хоккейной лиги Первушин набрал 51 очко, а в Кубке Гагарина – 2 очка. Сейчас в КХЛ пауза, вызванная Кубком Корьяла, который пройдет с 3 по 6 ноября в Финляндии. А ближайший матч «Наша Сибирь» проведет 8 ноября дома против московского «Спартака». Главная интрига – чемпионат Сибирского федерального округа по рукопашному бою. Кто – Новосибирская или Кемеровская область займет первое общекомандное место. О самых ярких моментах итоговых поединков. Константин Бухтатов. Самый яркий представитель рукопашного боя в Сибири последних лет – уроженец городка Батайский Кемеровской области. Двукратный чемпион мира Роман Копылов на региональном и окружном уровне проблем не испытывает. Тренер считает, многие просто боятся выходить с ним на один ковер. В Сибири очень редко ков соглашается как бы драться с ним. Поэтому любую возможность ищем, чтобы практику хоть маленечко где-то поиметь. Ну, установка получена, чтобы жестко не бил, допустим. Потому что, ну, зачем уровень совсем разный у спортсменов, зачем избивать человека, да. Мы к этому подходим, даже детей учим, что если ты выходишь и видишь, что ребенок слаб же по уровню, не надо сильно вколачивать его аккуратно, все можно сделать. Уважая друг друга, уважая честь спортсмена. Пока самому Роме биться не приходится, получает опыт на позиции секунданта. Секундировал просто товарищ, как удрался, подсказывал. Какой-то опыт есть уже, ему, когда побои его ведешь, контролируешь, чтобы не ошибался. Одна из особенностей чемпионата – большинство участников – будущие военные. Так как этому виду в среде военных уделяется особое внимание. Многие спортсмены в институтах, они находятся в сборных своих, да, выступают за свои институты. Много-много стартов у них. Но основной важный стандарт – это, конечно, здесь. Потому что здесь выполнение мастера спорта и дальше путевка на борт. Вот это мешает, не мешает то, что и там, и тут. Ну, в жизни многое еще мешает, да. Но это такая жизнь. Невозможно быть одним только чистым, там, драться. Да, нужно, чтобы еще голова работала, нужно, чтобы гражданская профессия была. А у кого-то военного, у кого-то гражданского. Но одной лишь военной сноровкой турниры не выигрываются. Готовиться нужно. Тренировки должны подходить каждый день. Не нужно прерывать, потому что чуть-чуть пропустил тренировку, уже все. Теряется реакция, скорость. Подготовиться нужно всегда. Ну, так как, думаю, больше сказался опыт, поэтому получилось выиграть. В нынешнем году соревнования собрали семь регионов Сибири. Помимо кемеровчан и хозяев чемпионата, это Омская и Иркутская области, Алтайский и Красноярский край, а также Республика Хакасия. Число участников из года в год растет. В 2016-м в Новосибирск приехали свыше ста бойцов. Самая сильная школа какая, на ваш взгляд? Новосибирск. Нет, ну, конечно же, считалось всегда, самая сильная школа раньше считалась. Это Омская, Кемеровская и Новосибирск. Но Новосибирск всегда был в тройке. Не прервалась традиция нашего региона попадать в призеры и в этом году. Новосибирцам всего лишь одного балла не хватило до общекомандной победы и пришлось довольствоваться вторым местом. Победил Кузбасс, Хакасия третья. Константин Бухтатов, Александр Егоров, Новости ОТС. Такой была информационная картина дня 1 ноября. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субъектам малого и среднего предпринимательства в фонде микрофинансирования НСО предоставляются займы до 3 миллионов рублей по ставке не более 10% годовых. Новосибирск. Здравствуйте. В ближайшие дни по территории Новосибирской области пройдет центр циклона. Ожидается смешанные осадки, а также усиление ветра. 2 ноября по прогнозу западно-сибирского метеоагентства Новосибирский мокрый снег, метель. Ветер западный 3,8 метров в секунду, порывы до 15, влажность 76%. Температура ночью и днем 0,2. В последующие 2 суток ожидается снег. Температура воздуха в четверг и пятницу днем минус 6, минус 8. На этом о погоде все. А я желаю всего самого хорошего. До встречи. Новосибирск. 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 Редактор субтитров А.Семкин